Привет всем! В эфире Ньюзбокс. Меня зовут Владислав Богданов. Самое интересное из мира музыки и шоу-бизнеса можно увидеть только в Ньюзбоксе на Russian Music Box. Начинаем! Кто стал Миссис Москва 2017? Есенин в жизни наших артистов. Как прошел большой сольный концерт Виктора Дорина? Все подробности об этом и не только узнаете уже через пару секунд в новом выпуске Ньюзбокс. В этом году бороться за корону Миссис Москва отправились 16 участниц от 22 до 47 лет. Все дамы успешны как в деле, так и в семье. Однако самой красивой женщиной Москвы стала 31-летняя Яна Степанова, мать двоих детей. Подробности прямо сейчас. На протяжении многих лет конкурс Миссис Москва, проводимый фондом «Планета женщин» под бессменным руководством Аллы Маркиной, собирает на лучших концертных площадках Москвы самых активных, талантливых и красивых мам столицы России. Россия – это женщины, которые сегодня, ну я думаю, что это они вдохновляют в нашу страну, наших мужчин. Каждый конкурс – это новая площадка, это новая участница, новое финансирование, новое совершенно наполнение внутри. Поэтому все говорят, ой, ты столько лет запроводишь, что-то так легко, это на самом деле нелегко. С деторождением жизнь каждой женщины не заканчивается. А только начинается у нее прекрасная перспектива, она может выглядеть хорошо и должна, потому что она ежедневно должна поковырять своего супруга. И Алла Юрьевна открывает эти двери для всех красавиц. Вот здесь на сцене находится уже и победа. И вот еще что, побеждают-то в родовспомогательном отделении, а не на сценах, и не в телевизионных студиях. Это для девчонок молодых, для девушек хороший пример, что можно совместить и красоту, и родить детей, и воспитывать, и быть в семье. И самое главное, что этот конкурс показывает то, что женщины счастливы, конечно, в полноценной семье. И дети являются тоже ее украшением. Во время увлекательного вечера 16 участниц конкурса после рассказа о себе исполнили сольные номера, поразив зрительный зал своей красотой, пластикой, артистичностью и талантом. Это восторг одновременно и, соответственно, ответственность, которая на тебя вдруг сваливается, потому что, когда ты носишь корону, это определенные обязанности, которые необходимо выполнять перед нашим фондом благотворительным, соответственно, перед организаторами. Своим личным примером лучшие мамы и жены города вдохновляют юных девушек Москвы на поддержание вечных ценностей материнства и женственности. Я как мать вам хочу сказать, что, вы знаете, быть королевой – это очень важно каждой маме, особенно маме. Девочки, девушки, они все и так для себя королевы. Когда ты уже родила, да еще не один раз, и тут тебе титул, корона, лента – это прям, знаете ли, очень влияет на самочувствие, на внешнее. Здорово, что сплав музыки, красоты, молодости, оптимизма здесь встречается в одном зале. Если мама умница-красавица, еще и успевает абсолютно все, еще и карьеру сделать, мне кажется, это вообще очень достойный. У меня очень своеобразный взгляд на женщину, потому что я считаю, что самая красивая и самая, я бы сказал, эротичная часть у женщины – это глаза. Вот если мне нравятся глаза, если мне нравятся взгляды этой женщины, то я с удовольствием именно ее выберу. Я знаю организатора этого конкурса Аллу Маркину много-много лет, еще до этого конкурса, и она всегда этим болела. Она говорит, я так люблю, говорит, красивых мамочек. Тот, кто сейчас месяц Москва, тот, кто победит, за кого мы будем голосовать, кто победит, это большие члены нашей семьи. И что бы с ними в жизни не случилось, как бы у них дальше что ни складывалось, то мы будем следить за ними, помогать. И всю жизнь, считайте, что мы их родители, вторые родители их красоты. Внутренняя красота, она всегда перевешивает, и она дает именно внешнюю красоту. Поэтому, если девушка, женщина красивая изнутри, внешне, она 100% всегда победительница. В этом году миссис Москва показала такие, все очень интересные, все талантливые. У всех достаточно большое количество детей. Они подарили стране очень большое будущее. Победительница юбилейного конкурса «Миссис Москва» в 2017 году стала Яна Степанова. Своей главной жизненной миссией победительница конкурса «Миссис Москва» считает воспитание детей. Яна Степанова приглашена от фонда «Планета женщин» почетным гостем на неделю моды в 2018 году в Дели. Были интересные походы, были интересные мероприятия, которые организовала наш учредитель Алла Юрьевна Маркина. Мы участвовали в конкурсах, показах, много всего интересного. Кулинарные конкурсы, конкурсы караоке. Полтора месяца была очень насыщенная программа, и, конечно же, мне этого будет очень не хватать. Второе место на конкурсе «Миссис Москва-2017» заняла Диана Филипова. Несмотря на то, что все свободное время у нее уходит на воспитание детей, Диана не забывает о себе. Ну, конечно, каждая хочет получить первое место, но стоять на этой сцене – это уже очень огромная победа. Третье место конкурса «Миссис Москва-2017» досталось Анастасии Тайменцовой. Хоть дети занимают все ее основное время, финалистка находит время, чтобы поделиться опытом по их воспитанию с окружающими, проводя мастер-классы для мам и деток. Мои дети загадали третье место, это кубок для них. Остальные участницы конкурса «Красоты Миссис Москва-2017» были награждены различными поощрительными номинациями. Я очень люблю в последнее время восточные внешности. И то, что жюри сегодня выбрали такую восточную красавицу, мне это нравится. Ярко, вкусно и празднично отметил свой день рождения ресторан «Есенин», соединив лучшие традиции уюта и пышных торжеств. На протяжении вечера не умолкала музыка и, конечно, стихи поэта. Подробности в моем репортаже. Белая береза под моим окном принакрылась снегом точно серебром. И я прочитал эти строчки не просто так. Дело в том, что сегодня празднует свой день рождения ресторан «Есенин». На днях кафе-ресторан «Есенин» отпраздновал свое двухлетие. На входе в ресторан гостей встречала карета с кучером, переодетым в стиле 19 века. Также в этот вечер гостей приветствовал настоящий русский мишка. Ты теперь не так уж будешь биться сердце, тронутое холодком из страна. Березового сица не заманит шляться босиком. А заманить вас могут только в «Есенин», потому что здесь вкусно курмят. Здесь встречают вас с улыбкой. Сегодня цитировать «Есенина» будет огромное количество твоих коллег, Николай. И это то, что лежит в душе артиста, каждого москвича и человека, который истинно ценит литературу и искусство, и искусство хорошей русской кухни. В жизни каждого человека произведения Сергея Есенина оставили тот или иной след. Этот вечер стал приятным поводом, чтобы вспомнить любимые строчки и поностальгировать. Когда были молоды и бесшабашны, мы все вот этот исповедь хулигана, это был гимн нашей юности. И такой флёр создавался. Я часто там напевал эту песенку и читал стихотворения. У меня муж из Белоруссии, он из деревни Святое. Там живёт его бабушка. Мы проводили там лето, и как раз-таки я нашла вот там томик Есенина. Я поняла, что Есенина нужно читать именно в деревне. И тогда, тогда всё сложилось. Когда я поступал в Абгик, у меня был Есенин, и мне сказали, что, ну, что-то у тебя нет голубых глаз, вот, и белого чубчика. Погрузиться в атмосферу времён поэта гостям помогали звучащие фоны вместо музыки стихи, декорации и традиционная русская кухня. Если у тебя нет своей квартиры, там с родителями живёшь или ещё что, ты привёл сюда девушку, завязал ей глаза, провёл её через ресторанную зону, а сюда вы спустились, и так, ну, приходи, располагайся. Это вот моя библиотека. Сейчас я тебе тут принесу салатик, малатик, шампанское. В общем, да, такой лайфхак. На днях состоялся уникальный сольный концерт Виктора Дорина. Гостей ожидали яркие хиты, любимые композиции, позитивная атмосфера и много сюрпризов. Подробности узнаете прямо сейчас. Совсем недавно в клубе отелей «Корстон» состоялся большой концерт. Презентация новой сольной программы Виктора Дорина всё ещё сбудется. В этот вечер для нас прозвучали не только новые, но и хорошо известные, любимые всеми композиции. Название программы уже несколько лет. Просто мы её в этот раз модернизировали. Сюда вошло гораздо больше новых песен, которые были созданы буквально за последние два года. И, безусловно, то, что мы показали в Москве, оно, конечно, к сожалению, почему, потому что у нас был регламент по времени, не включило в себя несколько ещё старых песен из моего раннего репертуара. Его песни слушают с удовольствием. В них есть всё для всех. Искренняя любовь и уважение к женщине, понимание силы духа и мужества, бесшабашное веселье, неповторимый цыганский темперамент и абсолютная народность. Их одинаково любит и поёт как взрослая, так и молодая аудитория. Мне кажется, что прошло всё замечательно. Люди нам подарили просто колоссальный заряд энергии нашему коллективу. Энергетика, которую мы отдаём на сцене и энергетика, которую дают нам наши слушатели, наши зрители, она вот так вот смешивается, а потом после концерта ты вот уже садишься в гримёрке и такой думаешь, «Хух, было классно». Также Виктор признался, что усиленно работает над новым материалом. А после Нового года планирует представить публике новую композицию и клип. Это будет достаточно энергичная песня, она будет танцевальная песня и, как обычно, я стараюсь всегда делать большой посыл текстовый. Обязательно новые песни, новое видео обязательно будет в следующем году, дорогие друзья, я вам обещаю. Мировой шоу-бизнес не перестаёт удивлять. Самый большой каток мира открылся на ВДНХ. За кем вслед собралась певица Левит? Узнаете об этом завтра в 19.00. Не пропустите. Вот и всё. Чаще заглядывайте в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке. А также не забывайте лайкать и комментировать фотографии в инстаграме телеканала Russian Music Box. С вами был Владислав Богданов. Пока-пока.